В кадрах с видеорегистратора случайной машины видно, как легкий самолет, оставляя шлейф белого дыма, идет на бреющем над магистралью. Слева и справа многоэтажки. Сейчас неизвестно, что происходило на борту одномоторной «Сесны», но, похоже, пилоту удалось увезти ее от жилых кварталов. Другая съемка. Дымящаяся машина снижается и пропадает за лесополосой. Самолет падает. Сообщалось о жесткой посадке в поле близ поселка Чкаловский, но самолет разрушен полностью, то ли от удара, то ли от пожара. Кабины практически не было у самолета, остался только хвост. Самолет приземлился, ударился о землю один раз, и через несколько метров плашмя практически рухнул в поле. Летчик подал сигнал бедствия, через несколько минут после взлета сообщил об отказе возгорания двигателя. За штурвалом был наш коллега Александр Колтовой, ведущий программу НТВ. ДНК и «Звезды сошлись». На борту была единственная пассажирка. Она тоже погибла. Следственная оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. В настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация. Назначена необходимая экспертиза. Судя по маршрутному листу, частная «Сесна» направлялась в Рыбинск, Ярославской области. Погода в Подмосковье была переменчивая, с редкими порывами ветра, но небо днем, как правило, оставалось чистым. Александр был не слишком опытным пилотом, недавно получил лицензию, налетал чуть больше 100 часов. В Инстаграме он оставил много видео своих тренировок с инструктором и первых индивидуальных полетов. Есть люди, которые живут и болеют небом. Александр Колтовой был одним из них. Я лечу один на самолете. Это то, чего я так долго ждал, друзья мои. Вот, вы знаете, это невозможно вообще ни с чем сравнить. Ну вот, и есть абсолютная свобода. Вот счастье, понимаете, прям, наверное, сейчас по моему лицу это не так видно. Когда-то Колтовой собирался стать геофизиком. Ему нравились экспедиции в таежную глушь. Талика авантюризма, наверное, всегда оставалась в нем, хотя коллеги по цеху говорили об Александре, как и человеке тактичном, сдержанном, интеллигентном, умном. На телевидение попал случайно по кастингу в некогда нашумевшую программу за стеклом. Но не только сугубо развлекательные проекты были в активе Колтового. Он делал программы для каналов «Наука 2.0», «Звезда». На НТВ работал в очень сложном жанре ток-шоу, когда приходится быстро и точно находить общий язык с самой разнообразной аудиторией. А эмоции Александр выплескивал в небе. Слушайте, вот, ну это как раз вот, вот оно, да, 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 как же круто.